Всем здравствуйте! С вами на связи Елене Амантиадо. Я приветствую вас на своем канале. Тема сегодняшнего расклада будет «Почему заболел, погиб мой питомец?». Эту идею мне предложила Ольга Сминонова, за что я ей благодарна. К этому раскладу я записала отдельное вступление. Кому будет интересно, вы можете посмотреть в разделе «Мои размышления», как-то так плейлист называется, я уже не помню. Но в любом случае, если вы подписаны на меня и у вас есть колокольчик, вы поставили колокольчик, то к вам будет оповещение о новом видео. Вы можете посмотреть. Мне кажется, там будут очень интересные вещи. Я рассказываю о развитии души и заодно затрагиваю развитие души непосредственно собак и кошек. Это самые близкие к нам питомцы. Конечно, есть разные другие, но все равно, если вам будет интересно уровень развития, как наши, так и животных, то вы можете посмотреть вступление, отдельное видео. И вообще, я вам рекомендую смотреть отдельное видео. Я их для этого специально записываю, чтобы не тратить время из-за расклада. Итак, у нас с вами сегодня три позиции. Я не говорю о том, что как-то серьезно относиться, да? Так, ага, если я подальше, значит, поближе. Хорошо? Серьезно. Почему? Потому что, ну да, животные болеют. В принципе, причина нездоровья животного, да, мы можем сказать, да, то есть, ну, животное заболело. Но сегодня мне просто хочется сказать, посмотреть. Опять-таки, то, что я увижу, это не факт, это не истина, да, это даже увеселительное, как-то нельзя сказать, но это просто необычный такой расклад, который вот мне почему-то захотелось сделать, посмотреть. И заодно я загадаю свое животное, да, которое погибло, чтобы, ну, и самой тоже понять и разобраться. Три позиции. Первая, вторая, третья. Смотрим на колоде Таро Шаманов. Мне кажется, это не потому, что это упоминание шаманов, а потому, что это вот достаточно мягкая энергия. И она, ой, этой колоды, и она как-то более доброжелательная, что ли. Ну, то есть, приближенная вот по энергиям, очень близко к природе, к миру. Ну, по крайней мере, я ее так чувствую. Итак, первая, вторая, третья позиция. Выбрали. Либо иначе на тайм-коды. И мы приступаем. Позиция номер один. Сначала мы посмотрим, почему погиб, да, если у вас есть животное, которое погибло. И сразу мы потом посмотрим, почему заболело животное, потому что, ну, почему-то могут быть разные. И опять-таки не факт, что если животное заболело, да, то оно может погибнуть. Ну, ни в коем случае. Ну, я даже еще одну карту вытащу, да, вот эту вот карту. Почему погиб, погибло животное, а это почему заболело. Начнем, почему погибло животное. Знаете, здесь хочется сказать, что просто пришло время, да. Да, животное погибло, потому что пришло время. Потому что пришло время, и как будто бы здесь, ну, жизненный цикл у этого животного уже завершен. Опять-таки, здесь вопрос не возрасте животного, да, то есть животное может быть там и одного года, и нескольких месяцев. Ну, то есть и погибло. Но здесь суть заключается как раз-таки в том, что пришло время пойти на новое перевоплощение, потому что здесь девятка, девятка кубков кристаллов. Эта карта говорит об неком таком удовлетворении. То есть это как будто бы, знаете, было решение души, и сразу выпадают туз-бубны, туз-педакли, как шанс на новое начало, как шанс на новое перевоплощение. Но здесь есть некие такие карта страхов, говорит о том, что... Здесь, знаете, здесь как будто бы такое ощущение, что вмешались свыше, потому что собака как-то... Собака, почему-то, я не знаю, собака, животное... Как-то боялась, да, вот идти на новое перевоплощение. Здесь вот такое вот ощущение, что как будто свыше как-то вмешались и помогли этому... Здесь животное быстро, неважно, причина, по которой умерла, ну, то есть сам процесс. А вот мне кажется, здесь смерть достаточно быстро произошла. Ну вот... Такое более, как бы так сказать... Не то, что она мучилась, понимаете, здесь нет такого времени о том, чтобы она мучилась здесь. Ну так, животное ушло из жизни достаточно спокойно. Не было таких вот метаний. Поэтому, отвечая на вопрос, почему, время пришло. Я не буду здесь больше копаться. Вот. Отпускайте животных. Я говорила об этом во вступлении в своем. Послушайте, поймете почему. Второе. И опять-таки первая позиция, да, но здесь мы посмотрим, почему животное заболело. Здесь даже, знаете, есть такое ощущение, что ваше животное заболело, но сейчас идет процесс регенерации, восстановления. Да, ваше животное, если оно еще не исцелено, ну, то есть то животное, которое вы загадали, да, того питомца, либо сейчас в процессе находится исцеление, либо в ближайшее время выздоровеет. Здесь причина не... Сейчас я посмотрю, еще может быть причину пока, что здесь идет... Здесь ощущение того, что вот ваше животное как будто бы взяла какие-то ваши сердечные раны, болезни на себя. Здесь как будто бы она пожертвовала, она, оно, животное, пожертвовала. Ну, вот просто переняло свои... ваши какие-то болезни, причем у вас была какая-то сердечная такая рана, достаточно не очень приятная. Вот, ну, то есть это может быть ваша какая-то болезнь, которую животное переняло, либо, скорее всего, здесь больше какой-то вот такой эмоциональный фон, да, прошел. Вот, и вот как будто бы животное пожертвовало, да, ну, то есть своим собственным здоровьем, и тем самым исцелило вас, ну, переняло на себя. Ну, сейчас оно исцеляется, да, 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 здесь сто процентов, что животное само, причем, знаете, само, не то, что кто-то здесь может помочь, да, ну, если только помогать, то вы и только пожелая, какими, знаете, какими-то своими позитивными энергиями через себя, то есть даря любовь, здесь не о том, что вот вы будете заботиться о животном, а животное оно исцелится, нет, а вот именно ваше психологическое состояние, оно очень сильно влияет, здесь выпали кубки, очень сильно влияет на ваше животное, то есть через себя, через исцеление ваших собственных ран душевных, вы сможете тем самым помочь животному, не то, что оно само как-то не выкарабкается, да, нет, здесь исцеление будет, но если вы хотите ускорить этот процесс, то вы сможете помочь своему животному именно через вот такой вот любовь, любовь к нему через свое очищение, через свой какой-то настрой позитивный, через свою собственную энергию. Так, мне кажется, здесь расклад-то у нас будет небольшим, но потому что тема не очень приятная. Вот, ну, в принципе, карты быстро сказали. Хорошо, позиция номер два. Почему погибло ваше животное? Сейчас, несколько секунд, дайте мне, пожалуйста. Здесь, знаете, такое вот ощущение, что вот ваш питомец, он был каким-то таким, знаете, неким таким задирой. Такое ощущение, что он как будто бы специально как-то агрессивным, да, как будто бы сам нарвался. Но не по случайности, а вот как-то здесь достаточно агрессивное животное было. Вот, знаете, животные инстинкты у него очень сильно ярко проявлены были. И причем здесь такое ощущение, что, знаете, вот если это собака, то, может быть, как-то вот от бешенства, да, то есть болело. Но здесь такое вот очень агрессивные какие-то вот животные инстинкты идут. Вот, знаете, как будто бы на что-то напоролось. Здесь, может быть, даже, может быть, какое-то даже металлическое ранение было у животного. Может быть, порез какой-то. Может быть, хирургическое вмешательство было и пришла кончина. Но здесь причина заключается именно в характере вашего животного. Какое-то, вы знаете, его странное, я не знаю, то ли у вас животное какое-то такое, оно вроде бы как-то, вот, знаете, вот, как будто нет какого-то доверия, вот мне хочется сказать. Не было доверия, ну, оно не было, какой-то, вот, знаете, вот, идет мне как будто бы, если это собака, то вот какая-то такая достаточно агрессивная, причем больших размеров собака. И здесь, может быть, даже вы ее усыпили, потому что она была уже настолько неконтролируемая и неадекватная. Вот какое-то вот бешенство здесь проходит, да, и на самом деле здесь как будто бы не было вот этого доверия. Вот нельзя было это животное как-то усмирить, приручить. Вот такое ощущение, что вот здесь вот идет по второй позиции животное, которое вот, ну, оно было неприручаемое. Либо на улице подобрали, может быть, оно какое-то вот дикое, вот здесь такая, понимаете, какая-то дикость была у этого животного. Я не знаю, что у вас там за питомец, но здесь вот как-то так. Здесь у кого-то еще может быть по возрасту, что старое животное было, но вот мне почему-то все равно идет какие-то вот инстинкции такие достаточно агрессивные. Да, 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 здесь именно так, то знаете, причем животное, оно было достаточно сильным, физически сильным, независимо от того, какому виду оно относилось, там, даже если кошка, ну, прям, ну, чувствовалась такая сила от этого животного. Это энергия, вот она какая-то уже неконтролируемая была, то есть животному самому было сложно справляться с самим собой, он уже как-то не мог договариваться. Здесь либо по старости, да, животное умерло, ну, потому что слишком взрослое уже там не слышит, не видит и так далее. Либо, если еще возраст не подошел, то вот как-то гормоны играли очень сильно, и вот животное не могло с собой справиться, и оно было очень таким, ну, агрессивным, да, могло укусить даже своего собственного хозяина. Здесь вот так. Хорошо, давайте теперь посмотрим, почему заболело животное по второй позиции, если у кого-то болеет. Хорошо, давайте посмотрим. Здесь, знаете, здесь будет 50 на 50. Конечно, я не занимаюсь предсказательством, да, будет животное жить или нет, но здесь почему-то мне идет 50 на 50. Либо животное это выбрало для себя, как знаете, как некий такой опыт, да, но вот у животных тоже есть, не то что свобода выбора, но у них тут тоже есть какие-то вот моменты своего собственного развития, да, то есть то, что с ними происходит, у них тоже это запрограммировано. Вот здесь вот такое ощущение, что если болеет, здесь вот как будто бы, если животное, не то что оно посчитает нужным, а если в нем уже заложена вот эта вот программа, что нужно вылечиться, вылечиться. Потому что здесь идет как будто бы какой-то вот опыт этому животному, то есть вот эта вот болезнь, либо это ваш какой-то опыт, то есть в связи с этой болезнью вы как будто чему-то научаетесь. Это как-то связано, может быть, с вами? Это как-то связано с вами, то есть здесь два варианта. Нет, скорее всего, один вот прям животное заболело как-то вот, чтобы вам показать. Здесь вы должны примириться. Это каким-то образом связано с вашим мастерством. Как-то здесь больше идет, знаете, профессиональная сфера и развитие, ваше собственное. Вы как будто бы, знаете, слишком беспокоитесь как-то вот за свое прошлое. И как-то стали, ну вот ваше сердце, оно как будто бы замерзло, стало холодным. И вот это вот ваше, да, и здесь ваше животное, оно как будто бы приняло вот этот вот выбор, да, чтобы как-то растопить ваше сердце. Не к животному, нет, а вообще как-то растопить ваше сердце вот этого вот прошлого. Чтобы как будто бы двинулись дальше, вот вытащить вас как-то из этого состояния. Вот я спрашиваю, исцелиться ли оно, да. И вот как я сказала ранее, да, все будет по справедливости. Ну то есть как и должно быть, где-то 50 на 50. Потому что если это и будет исцеление, оно будет не быстрым, не скорым. Ну то есть много времени займет, долго будет исцеляться ваше животное. А если даже и, ну, не выживет, то это будет по справедливости. То есть так и должно быть. То есть даже, допустим, вот этой вот своей какой-то смертью, если так предопределено, да, допустим, оно как-то заденет, затронет вас ваше сердце, и тем самым оно выведет вас из вот этого вот состояния, когда ваше сердце замерзше, и вы как-то вот зависли в прошлом. То есть если животное выберет, ну, то есть спасает вас, проще говоря, оно может и выздороветь, а может и, если выздороветь, то это будет долгое время, да, и почему? Потому что, возможно, вы будете заботиться о нем, это как-то вот своей вот этой вот болезнью, оно вытаскивает вас из того состояния, в котором вы находитесь. Это будет достаточно долгий период, это будет небыстрое выздоровление, может быть, так и нужно. Либо, если животное не сможет выжить, то, опять-таки, для того, чтобы вот как-то вот ваше сердце растопить. Да, вот вы должны выйти в другое состояние, абсолютно. Ну, здесь вот так. Это была вторая позиция, хорошо? И мы с вами переходим к позиции номер три. Почему погибло ваше животное? Итак, мы с вами переходим к позиции номера. Знаете, здесь причину как такового мне не показывают, да, показывают просто, что погибло, потому что выпала карта смерти, выпал аркан мира, что говорит о завершении, да. Здесь у меня выпадает башня дьявола, то есть уже говорит о том, что, ну, животное, ну, как подтверждение, да, то есть причину-то не показывает, но здесь есть подтверждение, ну, как факт. Знаете, здесь такое ощущение, как будто бы вот ваше животное, оно как-то, как будто бы потеряло свой путь. Да, здесь такое ощущение, как будто бы животное потеряло как-то, я не знаю, связь с особами, ну, своего рода. Вот как будто бы свой путь как-то потеряло. Не знаю, как это объяснить. Не то, что оно шло не своей дорогой, а вот как будто бы запуталось. Вот душа этого животного, она, она как будто бы, ну, вот как будто бы потерялась, потеряла себя не в прямом смысле, да, что душа как-то покинула это животное, а вот как будто бы как будто бы в пути своей эволюции как-то потерялась. Я не знаю, как это объяснить словами, но здесь вот просто действительно... Вот как будто бы так и должно быть, понимаете? То есть, если бы оно жило дальше, ну, то есть толку для его существования не было бы. То есть, самое идеальное было бы для этого животного как раз-таки пойти на перевоплощение. Потому что здесь карты говорят о завершении начала, завершении начала. Причем аркан звезды, он как раз-таки говорит и верховный жест, то есть, ну, великие арканы говорят, ну, здесь очень много великих арканов выпало. Такое ощущение, что так, как будто бы так было написано, и вот именно для развития этой души. Потому что в этом воплощении уже, ну, толку не было. Уже так, это был бы, это самый наилучший вариант для этого животного. Мне даже кажется, я когда записывала дополнительное видео к этому раскладу, можете посмотреть, вот здесь вот такое ощущение, что как будто бы именно ваше животное переходит именно на другой уровень. Ну, то есть, вот этим воплощением оно как будто бы завершает тот уровень, на котором находится, и уже в следующем оно перейдет на другой уровень, более высокий. Потому что здесь как-то вот оно уже запуталось. Так, хорошо. И почему тогда заболел ваш питомец по третьей позиции? Давайте посмотрим. Знаете, здесь как-то вот эмоциональный фон очень проигрывает. очень проигрывается сильно. Я не могу понять, это вашего животного, либо это ваш эмоциональный фон. Очень много скорби, очень много каких-то вот огорчений, сожалений, где-то вот зацикленность на чем-то. Но здесь вот именно эмоциональный какой-то фон. Скорее всего, здесь ваш. Здесь ваш какой-то вот эмоциональный фон. Вот знаете, здесь еще почему-то у вас очень много страхов. И вот здесь вот такое ощущение, что вот ваше животное, оно на себя как будто бы поставило цель либо вас вывести из страхов, либо на себя перенять как-то страхи. Здесь вы своей собственной энергетикой повлияли на это животное. Вашим эмоциональным фоном каким-то. Очень долго, очень много как-то. Чего-то очень сильно боитесь, да, эти вот это вот разочарование у вас есть, потери. Одни карты страха выпали. Вы боитесь, и как-то вот вы это, видимо, излучаете, а у вас есть связь с вашим питомцем. И вот как-то, знаете, вот это вот многое негатива. Питомец на себя перенял. Да, как будто бы, знаете, исцеляет ваше сердце. Очень-очень много. Поэтому, если вы хотите, чтобы выздоровело ваше животное, поменяйте свой настрой. Очень много страха. Здесь, скорее всего, вы его излучаете еще, и он так перенимает. А вы... Здесь еще может быть такое, что... Но это, может быть, не для всех проиграется. Но если вы занимаетесь какими-то практиками, да, магическими, то здесь как-то вы своими практиками можете влиять на животное. Ну, то есть, знаете, это не то, что там что-то сделали, а животное должно за это заплатить. Нет. А здесь как будто бы оно разделяет вместе с вами. Ну, это как этот... Фамильяр, да, который перенимает какой-то... Ну, вот он как защитный, да, он перенимает на себя, берет вот эту вот энергетическую атаку на себя. Здесь как-то так. Если вы не занимаетесь никакими практиками, то здесь вот у вас просто страхи, очень сильная энергия такая. Страхи, страхи, страхи. Боитесь много, и вот прям животное ваше впитывает, впитывает весь этот негатив себя. Но нет, здесь люди занимаются практиками. Неважно, какими практиками. То есть, если вы как-то взаимодействуете с разными мирами, кроме нашего, ну, с тонким планом каким-то образом, то вот ваше животное, оно как будто вы здесь, знаете, является для вас защитой, что ли. Здесь очень много просто карт показывает то, что вы практикуете что-то. Вот, и, ну, если не практикуете, я уже сказала, здесь это связано с вашей энергией. Очень много страхов, то есть низких таких вибраций, и животное впитывает в себя. Да, я спрашиваю, исцелится ли ваше животное, да? Ну, то есть, если сейчас валю, то да. Да, не переживайте, исцелится. А если вы занимаетесь практиками, то это ваш фамильяр, который вас защищает. Это ваша защита. И в этом является причина заболевания. Ну, не переживайте, это нормально. То есть здесь нет такого, что вот вы прям убьете свое животное. Нет, ни в коем случае. Видимо, ваше животное так вас выбрало. Либо вы его убирали так. Вот такой вот расклад сегодня получился маленький, но он, может быть, и не совсем приятный, но иногда в такие вот расклады тоже нужно сделать. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, мне нравится, что вы действительно, со мной на одной волне, я с вами на одной волне, когда вы подкидываете такие очень интересные идеи, да, пускай они будут неприятны, но это показатель того, что на Таро можно смотреть ответы на любые вопросы, не только прогностики, что очень много на Ютубе, особенно взаимоотношения, а именно те действительно какие-то житейские вопросы, которые нас интересуют. Поэтому, если хотите, в последнем посте в разделе «Сообщество», сходите и в комментариях присылайте свои идеи для, пишите свои идеи для следующих раскладов. Я, те, которые уже там написаны, обязательно в ближайшее время я себе выписала, обязательно в ближайшее время буду записывать. Я вам очень благодарна. Есть ли мне, потому что это действительно расклады, которые мне откликаются, которые мне само интересно посмотреть. Вот. И меня радует то, что вам это интересно, пускай уже не такому большому количеству людей, как раньше, потому что я вижу, что статистика раскладов стала намного меньше, но меня это не огорчает. Потому что я уже говорила о том, что контингент и вообще слушатели канала будут меняться, уровень будет меняться, потому что расту я, и как следствие растете вы. И чем больше осознанных людей, скорее всего, чем выше уровень, наоборот, то тем меньше людям интересны те или иные расклады. и это не показатель значимости, что здесь вот вообще значимость наша перед людьми, она нулевая, достаточно значимый как существо для Вселенной, но для других людей наш уровень значимости, он нулевой. но при этом это для меня просто показатель, что я развиваюсь, а я всегда говорю о том, что мы, то есть информацию, которую мы получаем, всегда получаем через торолога, и в какой-то степени она искажается чисто субъективно, в зависимости от уровня развития того или иного транслятора. Вот, поэтому развиваясь, я вижу, насколько мир живой, насколько я получаю сразу реакцию от людей, и мне очень нравится вот эта вот живая взаимосвязь, когда вы особенно пишете, что или они чувствуете, что вы поменялись, и, ну, комплименты убираем в сторону, они всегда приятны, особенно когда мы эти комплименты говорим женщине, да, похорошела, помоложела и так далее. Но что касается энергетики, это для меня очень важно, когда вы говорите о том, что поменялся, ну, стала энергия более мягкая, более открытая, и я над этим стараюсь, и вот показатель того, что со мной происходит, как зеркаливание сразу, а это видно в моих раскладах, это видно в моей интерпретации, непосредственно вашу реакцию, мне вот этот вот процесс взаимодействия, он мне очень-очень нравится, за что я вам благодарна, за именно вот такие открытые комментарии, особенно когда вы пишете свои какие-то размышления о том, как у вас происходит что-то в жизни, да, что вы для себя понимаете, это то, что я вот всегда старалась и всегда просила, чтобы вы писали об этом, и я вижу, что наконец-таки все чаще и чаще стали появляться такие комментарии, когда вы пишете о том, что да, здесь я поняла, да, здесь у меня вот так было, а теперь вот так. Меня это очень-очень радует на самом деле. как-то вот я вижу вот это, вот знаете, вот взаимодействие с вами, вот прям живой канал, опять-таки это не цифры людей, которые пришли, поразвлекались и ушли, а это именно, вы знаете, вот это ощущение взаимодействия, да, когда ты понимаешь, что тебя понимают, что ты на одной волне, что есть какие-то одинаковые ценности, одинаковые взгляды, есть единомышленники, это на самом деле, ну я не знаю, для меня как-то вот, мне тепло от этого, да, как скажем. Ладно, прощаюсь с вами, смотрите обязательно вступление в отдельных роликах, которые я с огромной любовью записываю для вас, и в зависимости от того, сколько у людей будет смотреть, я буду понимать, нужно это или нет. Ну то есть если так много людей, я понимаю, что и хотя бы для одного, человека это важно, это нужно, да, я это осознаю, но в любом случае на это все уходит энергия, поэтому чем больше людей заинтересованных, тем приятнее мне. Я не говорю о том, что перед одним человеком мне это будет неприятно, нет, но все-таки у меня есть еще, ну то есть это же, как бы так сказать, все-таки это в какой-то степени, да, это не только мое хобби, а это моя энергия, и это все-таки мой бизнес, да, пускай вот он вот такой формы, но это все-таки мой бизнес. Ты, я надеюсь, у меня и понял, чем разглагольствовать. Итак, прощаюсь, пока-пока.